Я не выступал, я тренировался в Нижнем Новгороде, то есть я учился в университете, у меня была стипендия, на которой я жил фактически. И когда пришел момент, у меня был тренер, который мне давал очень много информации полезной. И соответственно давал информацию по развитию как тела, как физической, так и психологической, то есть и финансовой, как мне поступать дальше. То есть он всегда говорил, я эта кузница спортсменов, я делаю основное изделие, а дорабатывают его уже в других местах. То есть о чем он говорил, то что если хочешь зарабатывать хорошо, именно в бодибилдинге, нужно ехать в то место, в тот город, где этот спорт очень сильно развит. У нас выбор небольшой, это всего два города, это Москва и Санкт-Петербург, ну или в Санкт-Петербурге, потом Москва, кому как угодно. А то есть в первую очередь у меня была задача переехать в большой город. Москва, в Санкт-Петербург, выбор у меня был очевиден, так как тренер, которому я хотел довериться в подготовке, Александр Вишневский, живет в Петербурге. Именно поэтому я жил в Петербурге. Если бы он жил в Москве, я бы жил тоже в Москве. То есть первоочередная задача это переехать в то место, где больше возможностей заработать денег, именно на спорте. Продолжая вопрос, вот пять лет назад ты приехал, предположим, давай вернемся на четыре с половиной года назад, ты приехал, форма уже приличная есть, как я понимаю. Ну да, более-менее я уже выглядел. Никакого нет, денег тоже нет. Как выжить за счет чего существовать? За счет языка, за счет общения. То есть за счет того, как он... Вопрос, я не представляю, вопрос того же парня из Нижнего Новгорода. Как заработать? То есть надо снимать квартиру, надо вкладываться в тренировки, надо оплачивать тренерскую, надо покупать спортпит и прочее, прочее, прочее. У меня денег не было на спортпит вообще, то есть я выступал, даже выступая уже в классическом бодибилдинге, выигрывая чемпионат мира, я не ел спортпит, потому что у меня не было на него денег. У меня, ну, как там знаменитая пословица хорошая, голодные всегда победят богатых. Я приехал, у меня ничего не было, я приехал на вокзал фактически, у меня было с собой 30 тысяч рублей, из которых там 10 я отдал за комнату, 10 я отдал агенту, у меня осталось на месте 10 тысяч рублей. Все, у меня два варианта, или я здесь закреплюсь в Петербурге, или я уеду обратно туда, откуда я приехал, где не будет роста никакого. То есть, хочешь не хочешь, научишься зарабатывать. Или ты умеешь это делать, или ты это делать не умеешь. И когда я приехал, я устроился в клуб, нашел клуб, где самые лучшие условия для тренеров, умудрился туда устроиться, без какого-то там блата, без чего-то там, прошел там 6 собеседований и так далее, но устроился. И просто начал понимать всю схему, как люди зарабатывают, как проводят они большое количество тренировок, и начал с них брать пример. Потихоньку, потихоньку, потихоньку я понял то, что основную схему, как это делается. В больших клубах, как вот, очень многие ребята немножко не понимают вот этих вещей, когда большая, скажем, индустрия, там, большая сеть фитнес-клубов, которой нужно развитие, ей не нужно, чтобы у нее были там супер-тренеры. И ей нужно, чтобы были супер-продавцы, которые зарабатывают им деньги. То есть, а как зарабатывать деньги? В первую очередь, это общение. Тебе нужно заинтересовать человека. Как-то сесть ему на уши, как-то его там промотивировать, проконсультировать, так, чтобы он к тебе пришел. Тут науки психологии у меня начали потихонечку уже внедряться еще и в практику. То есть, теория была, пошла практика. Вот, я через, там, через 4 месяца я проводил уже больше всех тренировок в зале. Хотя у нас было 35 тренеров, а зальчик-то был не такой уж и большой. Вот, и у меня, я хотел, у меня была задача, чтобы за меня взялся лучший тренер России. В моем понимании, это Александр Вишневский. Вот, у меня была цель добиться его расположения, скажем так. Вот, а без денег, если у тебя нет денег даже на самого себя, ты не сможешь обеспечить себя, не сможешь обеспечить подготовку, не сможешь, ничего не сможешь сделать. Так как бодибилдинге очень большую роль играет, да, финансовая составляющая. И потихоньку, потихоньку начал зарабатывать деньги. Включился в этот процесс, соответственно, больше начинаешь зарабатывать, у тебя приходят люди, те, которые фактически с деньгами, те, которые могут позволить себе покупать персональные тренировки, соответственно, это уже успешные люди, как правило. У них узнаешь что-то, что-то подпитываешься какой-то информацией, они тебе могут что-то рассказать, что-то подсказать, как, где, что лучше. Начинаешь это все мотать на ус, в итоге, если есть мозги, человек будет зарабатывать, если есть у него определенная цель. У меня была цель, там, чтобы Вишневский за меня взялся. Я этого добился, потом у меня появилась другая цель. Мне нужно выставить форму, чтобы тренер был доволен. Выставляю эту форму и так далее, и так далее, и так далее. Все целями, то есть у меня, там, все спрашивают, там, какая у тебя мечта? У меня нет мечты, у меня не витая в облаках. У меня есть определенная цель, которую я должен достичь. Там, цель, чем цель отличается от мечты? У цели есть конкретная дата, когда это произойдет. Должен четко представлять, когда это будет. Наметил себе цель, пришел к ней, добился, поставил себе следующую цель, идешь к ней. И так потихоньку, 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 истернинг к звездам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА